МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запись включили, можно начинать. Привет, друзья! Это программа «Шо там?» В студии сегодня Илья Пашнев. Виктор Апальков. И впервые Наталья Хариточкина. Привет. Всем привет. Мы начинаем. Белгород Медиа сообщает, что город готовится уже к зиме. Мэр Антон Иванов сообщил, что подготовка городской инфраструктуры к зиме почти закончена. Проведены гидравлические испытания в учреждениях социальной сферы. Опрессовка в многоквартирных домах выполнена на 96%. Завершим к концу сентября. Помимо этого закупается пескосоляная смесь 27,5 тысяч тонн. И соль 8 тысяч тонн. Для содержания уличнодорожной сети или сети? Уличнодорожной. А кто у вас отвечает за ударение? Я. Не подготовился. Зимой задействуем 157 единиц снегоуборочной техники, в том числе и новую. Сейчас готовим персонал, отметил мэр. А кто может сказать 8 тысяч тонн? Это много? Или нет? Ну, в пачке килограмм. Классно. Сколько фур. Если ты весишь 8 тонн, то это много. А вообще? Я говорю про количество смеси. В общем. Погугли. Готовы мы к зиме уже почти или не готовы? На 96%. На 96%. Ты хочешь, чтобы зима началась? Нет. Вообще не хочу. Я летнее существо. Мне надо... Нет. Вообще я люблю погоду чуть теплее, чем сейчас. Мне вот такая вечная осень мне было бы идеально. Чуть тепло и прохладный ветерочек при необходимости. При необходимости? Ну, вот, чтобы вот иногда он налетал. Чтобы твои губы... Ветерок! Ветерок. Ветерок мои губы, Карлыч. Да. Нет, на самом деле, жара – это ужасно. А у нас в нашем среднем черноземье у нас почему-то летом 35, зимой минус 35. У нас среднее черноземье. У нас окон черноземье. Самое замечательное. Высокое черноземье. Ну, почему-то должно быть летом жарко. Высокое черноземье. Белое черноземье у нас. Слушайте, я проблему не могу понять. Жарко – плохо, холодно – плохо. Ты, кстати, статистически какой-то человек. Средние цифры. Что это за бурда? Когда зимой летом плавится асфальт, летом, господи, летом плавится асфальт, зимой замерзает. Все, город готов к зиме. Чтобы ты успел соскучиться. Не хочу я не потелку. Летом Белгород в цвету, зимой Белгород в снегу. Все очень хорошо. Летом Белгород в поту был. Вообще ничего интересного. Белгород в снегу, кстати, прикольно назвать. Всесезонный фестиваль бесконечный. Каждый день. Мне одного по разу Белгород в снегу. Белгород в снегу. Организуем фестиваль. Я не буду ничего организовывать. Кто хочет организовывать, пользуйтесь. Будем лепетнички. За 2500 мы готовы продать. А ты когда-нибудь видела, как делают эти ледовые скульптуры? Нет. Очень интересный процесс. Достаточно. Придогать попробовать. Особенно зависит от размера. Нет, это просто прикольно. Я видел, как делали бензопилой. То есть там просто основная форма обтачивается бензопилой. Не используют для этого высокие температуры? Я бы... Нет, там все вырезается. Насколько я помню. Ну, то, которое при мне делали, я видел, там вырезалось основной массив бензопилой, а потом... Нет. Горячей ложечкой нет? Ну, какие-то детали может быть, но ты же не можешь точечно, вот совсем точечно ее прикладывать к температуре, а вырезать проще в твердом-твердом выцарапывать. В смысле? А иначе она будет подплывать. Ты не можешь. Она же плыть будет. Паяльник. И что? И куда его? Скульптуре. Нет, это на самом деле... Ну, тот процесс, который я видел, он происходил полностью таким физическим инструментом, и это вообще не пять минут. Ну, то есть там прям скульптура, прям тело. Холодно, нет, холодно. Я не против зимы, я единственное не хочу, чтобы вот как в том году были вот эти ледяные дожди. Помните, когда у нас весь город и районы превратились в каток? Мне нравится, что вы рассуждаете. Умерзало за полчаса, да. Как будто у нас погода определяется голосованием. Типа давайте все проголосуем, чтобы... Я до сих пор не понимаю, почему не придумали способов контроля погоды. У нас наука умеет все. Погоду мы не можем контролировать. Дождь разогнать мы можем, а почему-то организовать вот как-то локально потеплее, похолоднее мы не можем. Потому что не надо туда лезть. Как? Подогреть. Почему нельзя подогревать горы? У нас все народные средства есть для этого. Куда фига, туда дым. Отлично, замечательно, да. Сирень цветет на холод, да, вот это вот все. Зачем нам температура? Главное, чтобы дороги были чистые. Дорогие наши управляющие компании, и все, кто отвечает, родненькие, правда, давайте сделаем так, чтобы мы, и не только мы, не падали в этом году. Никогда. Чтобы плитка держалась, гололеда не было, чтобы было ха-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Для этого у нас есть 27,5 тысяч тонн песко-соляной смеси и 8 тысяч тонн соли уже. Начинайте рассыпать заранее, чтобы она уже оседала. Кстати, а по поводу песко-соляной смеси, а потом по весне город превращается в пустыню, И вот эти барханы вот так вот ветром носят, потому что это всё оседает, и вымести это потом очень долго. Жалко ботинки всегда, если честно. Ботинки жалко, все это летает в воздухе. Я думаю, я же хотел меньше денег тратить. А это вопрос к науке. Есть такая чудесная технология, асфальт с подогревом уже делают. Божечки-кошечки. Прямо полноценно, как полы с подогревом, вот такая же штука туда застилается. Какой это стоит? Честно, не знаю. Энергоэффективность этого процесса мне неизвестна. Ты не строился никогда? Нет, ты представляешь себе, сколько стоят тёплые полы просто в доме? А тёплый асфальт на улицу положи. Заводим криптоферму и тепло от неё направляем под землю. Закопайте в тёплый асфальт, пожалуйста. Там же куча тепла. Представляешь, идёшь, стоит майнинговая ферма, беточек производит, а асфальт в этом месте такой, что на нём можно загорать. И бомжи греют ручки, да? Бомжи-коты, да. Десять квадратных метров, и там просто все окрестности заложены. Да, это логично. Перейдём плавно к следующей теме. О том мы тут можем, мне кажется, вечно говорить. Чтобы по этим асфальтам было удобно ездить и не только ходить. Наверное, по этому асфальту. И чтобы по этому асфальту было не только удобно ходить, но и ездить. И даже, наверное, не чтобы, а вообще в принципе, мы говорим ещё о том, что у нас будет, друзья, выбор на лучший водитель такси в России 2022. И 21 сентября на региональном этапе у нас мы узнаем, ну кто у нас в регионе лучший водитель такси. Конкурс пройдёт в три тура. Участникам предстоит продемонстрировать знания правил дорожного движения, законодательство о такси. Зачем-то? Истории региона, расположение объектов культурного наследия. Также судьи оценят мастерство маневрирования и плавность хода. Кто победит у нас, будет представлять Белгородщину на федеральном этапе. Подать заявку можно до 16 сентября по вот этому адресу, который мы сейчас накатаем. Закинули Наталью в лицо. Сюда, пожественно. Накатаем, накатаем. Сделайте анимацию, чтобы вот так загибался адрес. Вот так вот. И вот сюда. В ним в лицо. Витя, а что ты знаешь об этом конкурсе? Это проходят где-то на полигоне? Или они потом видеозаписи с регистраторов собирают и смотрят? Как он водит везде? Ты сейчас мне напомнил ведущих «Песни года», когда… А ты любишь яблоки? Я люблю яблоки. А зимой любишь яблоки? Я зимой люблю яблоки. Яблоки на снегу! Так это, Витя, что ты знаешь? Нет, на самом деле я серьезно. Я на полном серьезе не поспрашиваю. На полном серьезе я несколько раз снимал. Региональный этап этого конкурса. И мне вот что запомнилось на то, что один раз, ну на моей памяти просто один раз, лучшей стала девочка лучшим таксистом. Ты так говоришь, как будто это удивительно. К разговору о феминитивах, а она таксистка. Ну все равно, если такой стереотип, согласитесь, что крепче за баранку держишь шофер, а это какой-то мужик. А не шоферка. На секундочку. Есть слово шоферка? Хотя пилотка есть. Шоферка, да, кстати. Нет, мы только за. Я к тому, что это было прикольно, и эта девочка была еще у меня... Да, она лучше. Я с ней ездил потом, и все комфортно, и классно. Ты на вопрос мой не ответил. Что? Соревнования как проходят? Они где-то на полигоне катаются, показывают? Я лично снимал на «Вираже». Я лично снимал на «Вираже». Да, они там катались, там он сидит. А там он типа под 90 в прямой угол поворотный? Я, честно, не очень помню подробности. А кто-нибудь с горячим кофе сидит, с полной чашкой на переднем сидении, чтобы проверить клапан? И чем тише он орет от разливающегося кофе на колени, тем лучше едет таксист. Но мне будет интересно все равно посмотреть, сколько в этом году будет заявок от именно девушек. Потому что в далеком-далеком еще 2007 году я делал репортаж чуть ли не о первой девушке, которая работала в такси. Но это было реально событие, да. Это было событие, я звонил по всем такси, я просто не знал, где она конкретно работает. Мне пришлось обзвонить все такси. Все два. Девочку хочу, девочку хочу. Они сначала не поняли моего ожидания, когда поняли, привезли мне настоящую девочку, которая работает в такси. Класс. Да. И год после этого я был свой личный водитель. Но не в этом плане. А вообще, в принципе, если вы хотите заявить о себе, если вы считаете, что вы замечательно управляете транспортным средством и работаете в такси, Да, то конкурс наличного водителя Виктора Апалькова на стартовой из года. 21 часа. Направляйте заявки по телефону 8. Коль, мы уже заговорили о фестивале. Коль. Коль. Наташа. Коль. Коль. А, я все равно. Мы поняли. Коль, мы уже упомянули фестивали. Велгород Медиа сообщает, что фестивалей много не бывает. 24 и 25 сентября у нас в городе состоится музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет диалог поколений». Какое-то длинное название для фестиваля. В каком фестивале ты участвовал? Денис Мацуев представляет диалог поколений. Очень удобно. Организаторы, уважаемые, придумывайте емки. Белгородское лето, классное было название, но реально круто. Белгород в цвету. Удобно, это удобно произнести. Будет Белгород в цвету. А не две строчки вот этого долго вспоминать. Как это объяснить? Белгород Мьюзик Фест. Белгород Мьюзик Фест. Даже это прекрасно. Длинно, но оно запоминается. А Денис Мацуев представляет диалог поколений. Я уже забыл, как говорится. Диалог поколений. Даже просто диалог поколений или музыкальный диалог поколений. Было бы лучше. Ну нельзя, надо обязательно назвать. Не было, что приедет Денис Мацуев. Денис Мацуев приедет. Во, отлично. В общем. Фестиваль Дениса Мацуева. Фестиваль Дениса Мацуева. Кстати, все это пройдет не на открытом воздухе, как мы в последнее время привыкли, а в филармонии. А мы что-нибудь знаем? А этажи будут в этом году? Они же как раз осенью, да, по-моему, проходят? Я смотрела, наверное, на сайте 1200 стоит билет. Я все посмотрела. Взамен. Агент филармонии у нас, собственно, подрабатывает. Да, я прям смотрела, да. Я заинтересовалась. Ну это же крутое мероприятие, фестиваль. Он уже со стажем, с опытом, прям туда стоит сходить обязательно. Несмотря ни на что. Хотя я помню, туда тоже билеты заканчивались очень нерезво. На сайте было не купить. Ну, в прошлые годы, ближе к фестивалю, уже можно было не попасть. Не, ну, потому что их немного, в принципе. А фестиваль такой активный. Очень, да, популярный. Интересный. Ты был на этажах? Да. Я так не попал ни разу. Я только по сюжетам его смотрел. На шестых и седьмых был. Жил на четвертом. Не переработал. В общем. А помните раньше, да, когда не было двери от домофона, кстати? Прохладная история от Виктора Апалькова. Двери от домофона. И тех, кто боялся ездить на лифте, приходилось идти по этажам вверх. И сколько людей стояло между этажами, от влюбленных парочек до, ну, такого, не самого лучшего контингента. И ты всегда знал, на каком этаже кто стоит примерно. Да. Несколько лет у меня был страх лифта, после того, как я застрял. Ну, это в детстве, там, лет в 10 или 12. Несколько лет я ходил на 10-11 этаже к крестной стабильно, когда приезжал к ней в гости. Я ходил пешком, потому что, не-не-не, в это я не пройдет. Поэтому ты такой стройный. Опа. Был лет до 25. Нет, ну слушайте. Потом у меня стала сидячая работа. Но вообще же рекомендуют ходить больше. И пешком в том числе. Разумеется. И по лестнице, это вообще хороший тренинг. Так что... Я отлично помню, у меня был знакомый, который жил на первом этаже. Он заходил в подъезд, вот так вот, влево и все. Он был очень толстый. И когда он поднимался ко мне на пятый этаж, когда я жил, у человека происходило просто, мне кажется, три микроинсульта по пути, потому что он просто задыхался, вот все, от него не оставалось ничего. Он висел на перилах в конце и просто ненавидел меня. Как? Но терпел. Настоящий, настоящий друг. На целый пятый этаж. У меня пятиэтажка без лифта, без вариантов. Все, хочешь, иди. Не хочешь? Мы напоминаем интернет. Когда ты вот ищешь одну какую-то новость и через восемь ссылок переходишь на вообще какой-то там фильм, грубо говоря. Так и мы начали с Ниссы Масуева, закончили пузатым корешем Пашнева. Все, он не был пузатым, это ты придумал, и вообще ты не прав. Это я сказала. Его звали Дима Николаевна. Димон, привет, если ты это смотришь, и он был очень стройный. Димон, пузатый. Пузатый Пашнев. Пузатым он, кстати, стал попозже. Да, Дим? Когда переехал. А, Дима, да, Дима. Дима его звали. Дима, хорошее имя. Перейдем к другим именам. У нас была фишка. Снова к именам. Да, в прошлых программах. В двух предыдущих. При Сталике и Лёхе, как бы он назвал ребенка, если бы у него еще один родился. И продолжали это обсуждать. Но опять у нас есть новость такая, как белгородцы называют своих деток. В этом году на свет, на момент публикации, по крайней мере, новости, появилось 20 Марьянов, Марьян имя. Усколь. 17 Демидов, 13 Агат, Агата женское имя, 11 Гордеев, есть дети с именами Ярополк, Лили, Евника, именно Е, не Эвника, не знаю, Евника. Ну, Моника стандартная, в принципе, почему-то ее не знаю. Стандартная, но не для России, да? Анис, Альберт, почему-то попало в это, мне кажется, Альберта много, Данка. И даже есть мальчишка с именем, титулом князь и Евангелин. А Лена, никаких ограничений, как ты можешь назвать ребенка? Если вдруг родиться АСССР, назову Евангелин. Отлично. Я знаю, что есть ограничения по смене имени. А по даче имени? В плане по смене имени. А что нельзя? Да, когда ты меняешь имя, то тебе могут отказать, если оно неблагозвучно звучит. А решает это, конечно же, не напал на принимающие документы. Получается какая-нибудь официальная лексика, то есть вот такое тебе не разрешат сменить. Но я думаю, что примерно такая же. Как? Это регламентировано. Мне кажется, нет. У меня есть знакомые, которые меняли фамилию. Но они на какую-то реальную? Одна из них сидит прямо за этим столом. Ну, меня они начали с паспортной истории, потому что замуж повыходили. Ну, просто сами по себе, понятно. Да. Прикол в том, что ты, когда меняешь имя, ты меняешь имя, отчество и фамилия, это все считается именем. И ты можешь поменять, например, любой из трех слов. Любой из трех слов. Ты можешь два слова, можешь три слова поменять. Три колпачка ставят и шарик. Меняет ровно. Меняем отчество. Сегодня меняем отчество. И даже стоимость от этого не меняется. А, это еще и платно? Платно, да. Полторы тысячи стоило, когда я последний раз уточняла этот вопрос. И часто ты уточняешь по темным письменно фамилии. Харитошкина это у тебя всегда... Нет, Харитошкина это фамилия моя по папеньке, с которой я родилась. А по маменьке другая? По маменьке, ну маменька тоже нынче Харитошкина в месяцах была Ковалева. Харитошкина звучит как прикол какой-то. Такое чисто классное для телек. Харитошкина. Поэтому, собственно, я ее вернула после разговора. Когда начала работать на телевидении, у нас были питерские продюсеры. И Валера Плюснин был такой человек, который еще занимался на Первом канале последним героем. Может быть, помните этот проект. Еще самый первый «Останься в живых». Самый первый сезон. Он говорит, давай ты будешь опальковым. Скучно, да? Скучно, да. А Пальков это тема. Я говорю, что я так говорю? Почему? Я вычитал, говорит, был какой-то князь опальков. Я говорю, я первый раз слышал. Ой, ладно, короче, не заморачивайся. Ты теперь опальков. А тогда была фишка, почему-то на псевдонимы. Ну, я, слава богу, остался опальков. Но у нас были Игорек Князев, кстати, у нас сегодня Князевы. Игорек Князев, привет, Игорек, который вообще-то чемоданов. И это всегда было целое... Это был целый прикол. Мне кажется, что... Помню, это было чемоданов. Чемоданов вообще огнище. Это гораздо более броско. И это был целый прикол, когда там в конце года звонят разные службы и говорят там типа «Алё, Винь, там, Игорька позови». Я говорю, он там на съемке. Он такой, блин, да мы ему там диплом выписываем, как там правильно. Князев, Игорь, я говорю, ну вообще он Викторич. Я говорю, ну он не Князев, он чемоданов. Но прикол еще в том, что у него была почта «Левая нога, собака» и так далее. То есть чемоданов, левая нога. И это было так забавно. А он работал с правительством в основном. И когда ему звонили, говорили там «Игорь, скажи свою почту». Серьезные люди звонили и говорили «Игорь, скажи почту, записывайте». «Левая нога, собака». Ну а что есть же у руководителей правая рука. А он «Левая нога», все нормально. Да, и была фишка на эти псевдонимы. То есть у нас был Князев там, Танюшка наша ведущая, тоже привет. Она была Викторович. Я говорю, а что Викторович? Ну, говорит, хотели сына. Я, получается, Викторовна, а если бы был мальчик, была бы Викторович. И я Викторович. Вот такая лойка была. Ну и так далее. А я во всех списках всю жизнь страдал в школе. У меня фамилия Пашнев, но все считали своим долгом прочитать это как Пашнев. Откуда бралась буква «ё» в сознании людей, я не знаю, но я всю свою жизнь был Пашнев. Вот стабильно. Это к вопросу ударения. А вот несмотря на то, что у меня такая странная, не та фамилия, «Пашнев» или «Пашнев»? Вот на слух вам как непривыкшим? Не знаю. Не знаю, я привыкла к твоей фамилии, поэтому мне странно «Пашнев» звучит. Звучит. Что-то в этом есть. Ну, не знаю. Но меня бесило. Еще бы. Вообще, это было... Вообще, люди очень... Меня бесило. Почему-то у меня в деревне, к бабушке, когда приезжаешь в деревню, у них было Витя и Виталия, это два одинаковых имени. И ты был кем угодно, но ты был не Витя, ты был всегда Виталий. Виталий, Виталий. И ты бесился, ты там с пеной у рта кричал, что я Витя, я Витя. У тебя песлявым голосом еще противным моим в детстве, который был. А они... Ну, хорошо, хорошо, Виталий, на пирожок там. И ты... А меня, кстати, на театральной студии, когда занимался в БелГУ, меня режиссер целый год называл Лев. Он меня путал с другим мальчиком. Я просто привык откликаться в какой-то момент уже на Леву. И мне уже просто... Ну, у меня никогда не было такого прям очень трепетного отношения. Знаете, как бывает... Ну, у Наташи же есть два-две итеррации. Наталья и Наталья Ян. И меня никогда это не смущало. Это, кстати, частый косяк. Я переспрашиваю. Оксана и Ксения. Оксана и Ксения. Два разных имени. А Олеся, Олеся. У меня были две студентки. Значит, они пришли в медиаредакцию. Какое-то время мы с ними там уже общаемся. И они две Алены. Их две Алены, они пришли. Но только одна по паспорту Алена, а другая Елена. Обе оказались Еленами. Когда я оформлял какую-то поездку на какой-то форум, они мне приносят паспорта. Я смотрю, и я понимаю, что две Лены, которые зовут себя обе Аленами. Ну, вот такая фишка. Ну, вот есть, например, Ася. Причем, их все знают как Ален. Они везде представляются как Алены, но в паспорте это две Лены. Ну, так это же употребимость просто имени. Есть Ася, например. Ася – это сокращение, может быть, от Анастасии, а может быть, от Василисы. Кошмар какой. Арсения. Арсения – это тоже Ася. Ася, вот. У меня при этом есть люди, которые очень трепетно к этому относятся. У меня был в школе друг, который очень возмущался, когда его называли Сеня, потому что он говорит, я не Сеня, я Сема, потому что Семен. Говорю, ну, а Сеня – это кто? А Сеня – это Арсений. Я не Сеня, я Сема, я Семен, потому что, я говорю, да бога ради, вообще, как хочешь, тебе буду называть. Как трудно быть Арсением. Поэтому надо называть нормальными именами. Я когда-то очень давно читал, о том, что на Западе в какой-то момент была небольшая мода, детей называли ксероксами, как фирма. Ну, она зирокс вообще читается. Ксерокс принтеры. Да, и была шутка, что хоть ксероксом назовите, только бумагой не кормите. Ну, потому что прям вот небольшой такой всплеск был ксероксов в определенный момент. Был же царь такой ксерокс. Может быть, это в его честь. Ну, нет. Слушай, ладно, я могу понять там западную традицию. У них есть там первое, второе имя. Ты можешь понять западную традицию? На имена. Но у нас же, понимаешь, в России дают отчество. Да. Опять же, ладно, ты девочку назвал там как-нибудь, но ты же, когда называешь мальчика, ты понимаешь, что от этого имени будут твои внуки носить отчество. Так. Ну, вот тут... Ярополкович, Марьянович, Демидович. Я не подпомог своим внукам, которые будут Игнатьевичем. Гордеевич. Ну, Игнатьевна, кстати, очень красивая. Петрович и нормально. Анна Игнатьевна очень красивая. Анисович. Анисович. А вот Анисович, знаешь, или вот Евангелиновна, да? Ну, Анис, это обычно, да, есть такой имени. Екатерина Евангелиновна. Нет, Евангелина, я знаю, ну, есть такое имя женское. Ну, Евангелин. Как бы ты называла третьего ребенка? После двух. Я обслужу это. А отчество какое будет? Вот какое будет? Вот когда будет... Отчество обслужено. Логично. С поставщиком отчества. Какое бы ты хотела, чтобы было отчество у твоего третьего ребенка? Божечки-кошечки. Сейчас мы все выясним. Анисович. Не-не-не. Не, я пас. Это слишком молодые. А операторы Антоны неженатые аж выпрямились. Я смотрю, ну-ка, Натаха. Как тебе Антонович? Антон, нормально. От саны все нормально. Ну, мне кажется, Антоновна тогда лучше. Тогда лучше девочку. У кого-то из вас будет дочь. У них... у некоторых даже уже есть. Так что... Так вот. Дочерей много не бывает, как и нашей программы. Как и нашей программы. Друзья, давайте на этой ноте мы закончим. Это была программа Шота. Увидимся, как всегда. До скорых встреч. До следующей недели. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok